Здравствуйте! Вот я вот по просьбе наших слушателей и зрителей вопрос мне сформулировали. Хочу ответить на него. Вопрос звучит так. Расскажите, пожалуйста, о новых видах осветительных приборов. То есть сейчас входят в быт люминесцентные светильники и светодиоды. Они так называемые энергосберегающие, да? Представляете? Очень важная тема. Значит, классический наш светильник – это лампочка накаливания. Идея в неё идёт ещё от давних времён, от калильных ламп. В калильной лампе некая сеточка, некий объект накаливается в пламени горелки. Горелка любого типа. Что там горит? У кого-то водород, у кого-то керосин, масло, всё, что хотите. Газ светильный. И вот эта вот накалившаяся сеточка излучает свет. Ну, это называется излучение абсолютно чёрного тела. Такой есть объект. Он называется абсолютно чёрное тело. И, значит, тело, которое всё, что поглощает, всё излучает, находится в равновесии с окружающей средой. У него спектр излучения абсолютно чёрного тела. Чем тело горячее, тем этот спектр смещается в область коротких длин волн, да? То есть высоких частот, значит, очень раскалёвшийся металл, он голубым светит, да? Красное коление. Вот солнце, оно раскалено до 6000 градусов. Да, вот отсюда вот температура, соответственно, спектр дневного излучения. И все мы хотим всегда подобраться к такому дневному свету. Обратите внимание, спектр излучения лампочек накаливания, он не такой, как солнечный. В старое время, когда мы фотографировали на фотоплёнку, фотоплёнка была двух видов. Одна была для дневного света, а другая была для ламп накаливания. Вот так вот. Потому что температура лампочки накаливания не 6000 градусов. При такой температуре все вещества превращаются в пар, нам известные. Вот так вот. Вот это вступительные слова. А как быть с люминесцентными лампами и со светодиодными? И в тех и других лампочках, оставляя в стороне их физическую природу, есть очень важная черта. Они не излучают вот такой вот сплошной спектр, как у абсолютно чёрного тела. Просто как у разогретого предмета, скажем так. Она излучает полосы. И в силу физиологии нашего зрения полосы подбираются таким образом, чтобы взаимодополнять друг друга. У нас зрение трёхцветное. Три приёмника излучения, у которых разные спектральные чувствительности. Три пика. И поэтому мы можем, подбирая тремя разными цветами, создавать цветное изображение. Три краски смешивали классические художники в разных пропорциях и получали любое цветовое ощущение, лучше так сказать. Три краски смешиваются на цветных фотографиях, в цветном телевидении, в цветном кинематографе. И мы всё это дело вот, скажем, видим. Однажды хитроумные японцы попытались тремя цветными лазерами получить огромную цветную развертку изображения. Не получилось. Вот, оказывается, если у вас лазерное излучение, монохроматическая длина волны, она вот так хорошо не смешивается. Вот это наше оптическое восприятие, физиологическое восприятие излучения не получается такая, как при смешении таких относительно расплывчатых, некогерентных спектральных линий. Если вдруг мы решим принимать делегацию инопланетян, мы не знаем, как у них зрение устроено, лучше их принимать при свете лампочек накаливания, я вас уверяю, предупреждаю, если вам придётся. То же самое к животным относится. У животных зрение по-другому устроено, и они могут просто быть дезориентированы. У некоторых людей неправильное световое восприятие, их тоже будет путать вот такое вот излучение из набора светодиодов, из набора спектральных линий люминесцентных ламп. И я вам так скажу, люминесцентные лампы, светодиодные лампы, они могут мигать. Вот мигание 120 герц в минуту мы не замечаем. 60 герц большинство из нас тоже не замечают. Но некоторые ощущают, глаз устаёт. Вот от 120 герц не устаёт. А лампочки накаливания, то есть те приборы, которые мы используем вместо них, они мигают 60 герц. Некоторые чувствуют, для некоторых неприятно. Вот я вам всё, что знал, рассказал. Спасибо за внимание. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok